Привет! На сегодняшний день одна из самых больших проблем и самых распространенных проблем в стиральных машинах это повышенная вибрация, машинка прыгает и так далее. Поэтому сегодня мы будем говорить об этом. Ну, в общем-то, тему сегодняшнего видео я уже обозначил. Ну, а дальше у нас будет довольно много теорий, картинок, объяснений на пальцах и так далее. Для того, чтобы, в общем-то, постараемся, скажем так, капитально разобраться в этом вопросе. Поэтому давайте начнем с доски. Давайте для начала разберемся вообще, в принципе, откуда в стиралке берется вибрация, почему машинка вообще может прыгать и так далее. Для этого мы принципиально сейчас рассмотрим устройство стиральной машины. Итак, у нас есть корпус стиральной машины. Будем рассматривать, я не знаю, обычную стиралку с фронтальной загрузкой, то есть с передней загрузкой. Вот у нас есть металлический корпус. В этом корпусе у нас есть бак. Не, не ровно. В этом корпусе у нас есть какой-то бак, в котором у нас находится вода и в котором у нас находится барабан с вещами. То есть непосредственно вещи мы закидываем вот в этот внутренний барабан. Дальше это все у нас, к примеру, заполняется водой и стирка происходит непосредственно в баке путем вращения этого барабана. Практически единственным узлом в стиральной машине, который имеет возможность двигаться, создавать какие-то довольно большие вибрации и так далее, это и является вот этот вот сам бак. Дело в том, что когда внутри в барабане есть вещи, они, к примеру, мокрые, они тяжелые, они однозначно в этом барабане не могут быть хорошо сбалансированы, и этот барабан постоянно вращает, в результате чего у нас возникают разные центробежные силы, которые с барабана на бак передают вот эти вот усилия, которые заставляют этот бак двигаться в разные стороны, вот, вверх-вниз, влево-вправо и так далее. И чем более активно происходит вращение вот этого барабана, соответственно, тем быстрее и более активно меняются вот эти вот все возникающие усилия внутри этого бака, и он начинает более активно вибрировать, скакать в машинке и так далее. Это происходит в машинке всегда, не всегда это вам заметно, и по идее, по правильному это и не должно быть вам заметно. То есть сам корпус всегда должен стоять монолитно, он не должен двигаться, никаких не должно происходить вибраций и так далее. То есть внутри должен скакать только бак. И что же, в общем-то, для этого было сделано? Для того, чтобы дать возможность баку двигаться внутри, для того, чтобы он как бы гасил эти все вибрации в корпусе внутри, значит, этот бак у нас сверху висит на пружинах, как правило. Ну, мы рассматриваем, скажем так, самые классические, самые распространенные схемы. Бывают некоторые отклонения, но принципиально они отличаются не сильно. Значит, сверху у нас вот этот бак получается висит на пружинах. Теперь он имеет возможность двигаться там вверх-вниз, влево-вправо на этих пружинах. Но как только у нас начнет в таком случае барабан раскручиваться, и у нас появятся какие-то, опять же, вибрации самого вот этого бака, значит, этот бак на пружинах будет скакать очень сильно во все стороны. Поэтому для того, чтобы эти колебания, вот эти вот вибрации погасить, у нас, как правило, внизу стоят еще амортизаторы. Вот, которые, вот эти колебания, вот, они как бы, получается, привязаны, одна часть амортизатора привязана к корпусу, вот, вторая часть амортизатора привязана к баку. При движении вот этих двух штоков, вот, будем считать, один, будем считать это цилиндром амортизатором, второй это поршень или шток амортизатора. Так вот, когда они двигаются друг внутри друга, то есть, они двигаются с определенным сопротивлением, что не дает возможности баку очень сильно колебаться. То есть, получается, он как бы гасит основные колебания за счет вот этого амортизатора. Но при этом, опять же, бак имеет возможность двигаться внутри стиральной машины. Какие у нас еще есть элементы, которые позволяют нам этот бак заставить меньше двигаться? Меньше двигаться, это значит быть инертным. А для того, чтобы придать баку инертности, надо ему придать веса. Чем тяжелее вот этот бак, в общем-то, чем тяжелее вот эта конструкция, тем сложнее ее сдвинуть с места, надо больше прикладывать усилий для этого и так далее. Поэтому в классической схеме этот бак обвешивается, где только возможно, разнообразными грузами. Например, мы прикручиваем груз к баку сверху, мы прикручиваем груз к баку с передней части, мы прикручиваем груз к баку сзади, снизу и так далее. То есть, чем больше мы на этот бак нацепим грузов, соответственно, тем этот бак тяжелее, тем сложнее его раскачать. И машинка становится, скажем так, более устойчивой. Ну и, конечно же, в этой всей конструкции есть еще один немаловажный элемент, который обеспечивает жесткость и устойчивость стиральной машины. Это, в общем-то, сам корпус стиральной машины. Как раз от его жесткости, от его прочности и стабильности очень сильно тоже зависит устойчивость и, скажем так, вибрация стиральной машины. И именно вот по такому принципу, в общем-то, изготавливались, скажем так, относительно старые стиральные машины, которым уже там 10-15 лет плюс. Это все делалось в металлическом таком жестком баке. На него накручивались, скажем так, в хороших машинках чугунные грузы. То есть, грузы были относительно, может быть, и небольшие, но они были довольно увесистые. Это все вешалось на такие массивные толстые пружины. Снизу ставились отличные металлические такие крепкие амортизаторы. И все это было заключено реально в такой жесткий, толстый, из толстого металла корпус. И все это позволяло машинке работать устойчиво, без каких-либо вибраций и так далее. То есть, независимо от того, что мы в эту машинку закидали, мы могли туда накидать утюгов или гантель, но, тем не менее, машинка более-менее устойчиво работала. В принципе, кажется, что тут одни плюсы, но есть и недостатки. Основной недостаток все-таки это стоимость вот этой всей конструкции. Во-первых, стоимость изготовления, во-вторых, стоимость металлов. В-третьих, это стоимость даже элементарной транспортировки. Так как такая машинка весила, ну там, до 100 килограмм. И согласитесь, есть разница перевести с завода в магазины машинку весом 50 килограмм или машинку весом 100 килограмм, когда уже нужно совершенно другое погрузочное оборудование, транспортные средства, грузчики и так далее. Поэтому со временем это всегда двигалось на удешевление. Машинки становились, скажем так, более легкими, шли на компромиссы где-то вот в этих всех конструкциях, упрощалось это все, скажем так. Начинали делать более тонкий корпус, который значительно проще произвести. Грузы чугунные менялись на более дешевые, бетонные. На сегодняшний день, если вот, например, после чугунных грузов, грузы стали бетонные. Ну, я, в общем-то, очень давно стиралками занимаюсь. Я попал на этот переход. И когда я открывал машинку с бетонными грузами, это что за такая бутафория, я не понял. Ну, то есть это тогда воспринималось, ну, как, я не знаю, как какая-то фигня. Но, извините, сейчас уже бетонные нормальные грузы из вибробетона специального, они уже перешли в дешевый бетон, который просто заливают как бы в пластмассовые такие оболочки. То есть делается из пластика оболочка, ну, представьте, я не знаю, пластиковая бутылка. И для того, чтобы бетон этот не рассыпался, надо либо качественный дорогой бетон использовать, который будет устойчив к вибрациям, либо этот бетон какой-то дешевый заливать в пластиковую бутылку, там, грубо говоря, пробку закрутили и все, и он уже там не развалится, потому что его держит пластиковая бутылка. Вот сейчас, на сегодняшний день, очень часто встречаются именно такие грузы, когда внутри дешевый бетон, а снаружи просто пластиковая оболочка, которая все это держит кучи. Также становились, скажем, более простые по конструкции, более дешевые по конструкции амортизаторы. Металлические амортизаторы первое время даже были, нередко попадались, скажем, гидравлические амортизаторы, которые работали, в общем-то, как автомобильные. Потом они просто превратились просто в амортизаторы такие, которые работали чисто на сопротивлении, но они все-таки были тоже металлические. Сейчас же в подавляющем большинстве стиральных машин, машинах амортизаторы изготовлены из пластика. Опять же, это все просто удешевление конструкции. И вот такое удешевление происходило постоянно. То есть на протяжении последних лет 15 постоянно что-то пытаются сделать дешевле, дешевле, дешевле. В результате этого, опять же, грузов стало меньше, они сами по себе стали легче, амортизаторы стали слабее и проще. Корпус стиральной машины стал значительно тоньше и, скажем так, более прост в изготовлении, с наименьшим количеством каких-то ребер жесткости, изгибов-загибов, которые придут этому корпусу жесткость. Но тут стоит отметить, что это все, вот это все удешевление стало возможным благодаря техническому прогрессу. Техническому прогрессу, в общем-то, как в освоении новых технологий производства, также и в освоении электроники, которая сейчас вставляется в стиральные машины. Раньше, опять же, когда я вот говорю за машинки 10-15 летней давности, в машинке, грубо говоря, не было ничего такого, скажем, умного. Там, ну, грубо говоря, у нас был мотор и была кнопка включить мотор. Ну, это я так утрирую. Ну, то есть мы могли его просто включить или выключить. Мы не могли контролировать, что происходит с машинкой, что происходит вообще, есть ли у нее вибрация сейчас, как выложено там белье, сколько там белья в этой машинке. То есть мы этого тогда на тот момент ничего не знали. Все, что можно было, включить мотор, выключить, еще раз повторюсь, и все. Получается, что нам приходилось для того, чтобы избежать вот этих всех лишних вибраций, которые могли возникать. Ну, представьте, у нас по какой-то причине мы закинули, не знаю, стиралку, плед, да, такое какое-то, ну, или махровое полотенце, одно. И вот оно вот где-то прилип, ну, в барабане, оно где-то легло с одной стороны. И машинка начинает это полотенце отжимать. Стиральная машина не может определить никаким образом, что здесь это полотенце только с одной стороны, и у нас огромный дисбаланс в барабане. Она просто себе по стандартной программе начинает потихоньку повышать обороты, отжимать это полотенце. В результате огромного дисбаланса эта машинка может скакать во все стороны. И вот для того, чтобы избежать вот таких вот, казалось бы, ситуаций, которые, в принципе, иногда могут быть, и чтобы эта машинка не скакала у клиента, не ездила по квартире и так далее, значит, приходилось как раз вот делать, ну, скажем так, дополнительный запас вот этой устойчивости, дополнительный запас жесткости, для того, чтобы избежать вот таких вот неловких ситуаций. Но на сегодняшний день современные стиральные машины могут без проблем определить вес белья в машинке, могут без проблем определить дисбаланс в барабане. То есть машинка может уже, начиная отжим, перед отжимом, она определяет, насколько качественно выложилось вот это вот белье. И если, например, она почувствует, что на одной стороне барабана слишком большой дисбаланс, она постарается это белье выложить по-другому, остановится, начнет производить манипуляции и выкладывать это белье так, чтобы оно распределилось более равномерно по барабану. И если, например, спустя несколько подобных манипуляций ей, например, этого не удастся сделать, она просто отменит отжим. Иначе, ну, просто с таким вот полотенцем, да, махровым с одной стороны барабана, эта машинка, ну, просто развалится. Вот, поэтому пропала необходимость вот этого вот чрезмерного запаса жесткости, для того, чтобы избежать таких ситуаций. И, опять же, это дало возможность все это понемногу удешевлять. Кстати, видео о том, в общем-то, как машинка определяет вес белья, о том, как она определяет дисбаланс перед отжимом, вы можете посмотреть в моем одном из предыдущих видео, ссылку на которое я оставляю в описании под этим видео. Итак, получается, что мы рассмотрели схематическое устройство стиральной машины, в общем-то, и какие у нее есть узлы, которые предотвращают, да, или созданы для того, чтобы уменьшать вибрацию. Но стоит понимать, что стиральная машина это только кусочек от всей системы. Вся система, в которой у нас возникают вибрации, по причине которых у нас немного больше. И в эту систему у нас входит еще и основание, на котором стоит стиральная машина. Ну, будем говорить проще, пол. Машинка стоит на каких-то ножках, правильно? И она у нас опирается, в общем-то, на основание. И вот как раз от этого основания и от вот этих ножек тоже довольно сильно зависит, будет у нас машинка вибрировать, будет она у нас скакать и подскакивать, или не будет. Итак, давайте я еще нарисую такую, чуть поменьше схемку, скажем так, вид сверху. Ну, это будем считать, не знаю, днищем или крышкой стиральной машины. Ну, то есть, это вот вид сверху на стиральную машину. У нас у машины есть 4 точки опоры на ее основание. Ну, то есть, собственно, это ее ножки. Но, честно скажу, я прекрасно помню еще, учил по геометрии, что плоскость определяют 3 точки в пространстве. Если у нас, скажем так, в пространстве существуют 3 точки, вот, ну, случайно где-то поставленные, они всегда будут образовывать плоскость. То есть, всегда вот 3 точки, где бы их в пространстве не поставили, через них можно провести одну плоскость. А вот четвертая точка, она с этой схемы уже выбивается. И тут уже получается, что мы... Маловероятно, что у нас удастся через 4 свободно, скажем так, в поставленных точке провести плоскость. Но для того, чтобы стиральная машина стояла устойчиво на своем основании, то есть, вот эта плоскость основания обязательно должна проходить через 4 точки. Это говорит о том, что одну из ножек нам всегда придется подкручивать выше, ниже, для того, чтобы попасть именно в плоскость вот этого основания. Ну, вот представьте, вот давайте так нарисуем заднюю ножку, еще одну. Вот, так вот, если бы их 3 было, как сейчас, да, например, в этой схеме, то есть, подкручивая любую из этих 3 ножек, машинка бы у нас всегда стояла устойчиво на основании. Ну, пример можно еще такой. То есть, вот если взять стол с тремя ногами, как бы вы ноги не подпиливали у этого стола, он может стоять криво, может под углом, может ровно как повезет, но он всегда будет опираться тремя ножками на пол. Если же у нас будет стол на 4 ножках, мы подпиливаем одну ножку, и она просто у нас висит в воздухе. И стол уже начинает шататься на эту одну четвертую ногу. То же самое происходит и со стиралкой. Нам, грубо говоря, всегда необходимо четко выставлять вот эти вот 4 ножки для того, чтобы машинка ни в коем случае не шаталась на полу. Если у нас одна ножка хотя бы немного, пусть даже будем считать с меньшим давлением, опирается на основание, нежели 3 других, эта ножка уже начинает немного либо просто проваливаться, и вот машинка начинает играть туда-сюда, туда-сюда, либо она уже начинает немного, я не знаю, там подскакивать, дополнительная появляется вибрация и так далее. Поэтому очень, опять же повторюсь, немаловажно правильно выставить все 4 ножки. Кстати, у некоторых современных машинок есть как дополнительная такая опция, типа самовыставляющаяся одна нога. То есть у нас мы подкручиваем только 3, грубо говоря, да, 3 подкручиваем, а четвертая, она всегда принимает, вот в общем-то, то положение, которое ей надо. Ну, попозже я вот эту схему вам покажу и расскажу, как это все работает. Но давайте пока не будем отвлекаться и продолжим. В чем есть недостаток, опять же, вот этих ножек? У нас редко бывает идеально ровная поверхность, на которой стоит стиральная машина. Даже плиточный пол, все равно где-то какая-то плитка может, например, выступать на миллиметр больше, другая чуть-чуть на миллиметр ниже. Это может быть даже незаметно, но тем не менее это есть. И получается, что вот мы выставили стиральную машину, она у нас четко опирается на 4 ножки. Мы это все честно отрегулировали. Но проходит какое-то время и машинка немного сдвигается вбок, назад, вперед, куда угодно. Либо вы ее там чуть-чуть подвинули. И когда вы ее подвигаете, у нас эта, например, ножка слезает вот с этой выступающей плитки и она уже чуть-чуть, буквально, пускай на тот же миллиметр, она уже не достает до пола. И все, у нас уже начинается, вот опять же, дополнительная вибрация. То есть она может быть и не сильно заметна, но она есть. Помимо этого, после того, как у нас появляется вот такая вот как бы ножка, которая висит, уже у нас начинает играть немного и сам корпус. То есть опять же, корпус теряет частично свою жесткость, он теряет свою устойчивость. В результате этого он начинает понемногу играть. Он начинает туда-сюда потихоньку двигаться. Это тоже плохо. Я вам дальше об этом расскажу, почему это плохо. И если с ножками тут, в общем-то, все более-менее понятно, то еще необходимо сказать, что, опять же, повторюсь, немаловажно, все-таки все зависит еще от основания. Для того, чтобы стиральная машина стояла максимально устойчиво, основание под стиральной машиной должно быть максимально жесткое, максимально, опять же, инертное и стабильное. Оно не должно, опять же, никак под машинкой играть, никак прогибаться. Ну, в общем-то, оно не должно двигаться. В идеале всегда самый лучший пол для стиральной машины это бетонный пол, бетонная стяжка. Сверху, ну, можно предположить, ну, с плиткой, как правило, потому что это либо кухня, либо это ванная. Там, как правило, есть плитка. Все другие основания, это уже немного хуже. Ну, я не знаю, какие основания мне приходят в голову. Первое, это лаги деревянные, на котором стоит стиральная машина. Второе, это ламинат какой-то, да, опять же, который может даже лежать на бетонном основании, но сверху, опять же, есть подложка мягкая, да, для того, чтобы этот ламинат немного играл. Ну, и, соответственно, этот ламинат, опять же, начинает играть. Это тоже довольно плохое основание. Очень часто ко мне обращались, ну, было время, когда я еще торговал на рынке, вот, продавал запчасти для стиральных машин, и очень, ну, с завидной регулярностью ко мне приходили люди, которые искали какой-то, я не знаю, волшебный коврик под стиральную машину, который должен убрать вибрацию. Более того, им это очень часто, им это рекомендовали продавцы в магазине. Когда, например, человек покупает стиральную машину, ставит у себя ее дома, она начинает вибрировать, и тут он приходит в магазин, говорит, блин, что же вы мне продали, машинка сильно скачет. А ему говорят, а вы вот пойдите на базар, найдите вот там такой супер коврик, он какой-то там со специальной резины, вы его положите под машинку, и машинка перестанет у вас скакать. И вот опять же повторюсь, с завидной регулярностью ко мне подходили люди, которые искали именно вот этот вот волшебный коврик из резины. Должен вас сразу расстроить, любая подстилка, все, что не придает жесткости полу, а согласитесь, резина не делает пол жестче, никак не отразится в лучшую сторону на вибрации стиральной машины. На любом мягком покрытии стиралка будет вибрировать еще сильнее. Обычно, когда я это начинаю объяснять людям, со мной часто не соглашаются. Ну и такие самые, скажем, самые грамотные, мне всегда говорят, блин, ну подожди, а давай возьмем такой пример. В машине есть мотор, да, там, ну к примеру, двигатель, который постоянно вибрирует. И для того, чтобы он меньше вибрировал, он установлен на каких-то резиновых сайлент-блоках, зафиксирован на кузове машины. Вот представь, если ты мотор приваришь напрямую к кузову стиральной машины, представь, как он будет у тебя там грохотать. А так его поставили через резиновые сайлент-блоки, вот, и уже нету этой вибрации на кузове и так далее. Ну, скажем так, казалось бы, что здесь есть какая-то логика, но не совсем. Дело в том, что когда мы ставим под мотор сайлент-блоки, таким образом мы пытаемся не убрать вибрацию от мотора, да, то есть мы, мы наоборот, даем мотору больше возможности двигаться и вибрироваться, при этом меньше передавать вибрации на кузов машины. То есть, если вы хотите, чтобы у вас меньше вибрировал пол, да, чтобы меньше вибрация по нему передавалась, ну, предположим, у вас рядом со стиралкой стоит какой-то сервант, и когда у вас машинка отжимает, у вас этот сервант дребезжит, и в нем звенят бокалы, тогда в теории, да, можно постелить что-то мягкое под стиралку, там какой-то резиновый коврик, значит, при этом машинка начнет скакать еще сильнее, вот, но при этом будет меньше вибрировать пол, и, может быть, перестанут звенеть бокалы в этом серванте. Но если задача именно убрать вибрацию со стиральной машины, чтобы она у нас не скакала, не двигалась в результате вибрации, то эти варианты не работают. И тут, я уверен, мне захотят, ну, как правило, это, наверное, мастера и такие более опытные люди возразить и скажут, блин, ну раз резиновый коврик ничего не помогает, для чего же разные производители вот продают вот такие вот резиновые ножки, резиновые подставки под свои стиралки. И тут же я опять скажу, что да, если вдруг у вас, например, машинка стоит на деревянном полу, или, я не знаю, на каких-то лагах, я не знаю, ну какие там еще бывают дома, короче, не на монолитном бетонном полу, и у вас, когда машинка работает, у вас все гремит и трясется, и вы хотите хотя бы убрать вот эту вибрацию, чтобы у вас хотя бы пол не вибрировал, то, в общем-то, как раз да, для таких случаев подходят вот такие вот ножки. Причем, кстати, вот у нас есть такой вот еще здесь ноунейм-производитель, то есть мы их продаем, эти ножки уже очень давно, вот они мне больше всего нравятся. Вот это, честно скажу, кто делает, не знаю. Ну вот это вот, например, у нас Китай, да, то есть довольно такие, в общем, неплохие резиновые ножки. Единственное, что мне вот не нравится в этих ножках, это вот с этой стороны вот эти вот пустотелые вещи. Это раз, например, вот у нас, что это, В-про, то есть в принципе эта торговая марка принадлежит Вирпулу и вот под этой торговой маркой Вирпул производит всякие расходные материалы для своей техники, ну или типа под своей торговой маркой. То есть в принципе это серьезная фирма, которая тоже делает вот такие ножки. Здесь, если их рассмотреть, они такие какие-то более пластмассовые, какие-то более жесткие, вот здесь они тоже пустотелые. Не знаю, может, эту вибрацию они убирают, но мне они как-то вот так вот не сильно, например, такие ножки нравятся. Вот у нас, предположим, Электролюкс, вот опять же, производит подобные ножки. То есть у них конструкция очень схожа, эти такие, они более мягкие, если, например, сравнивать с Вирпулом, но тоже вот здесь вот есть такие пустотелые места. Мне, опять же, повторюсь, мне такая конструкция не сильно нравится. А как раз вот есть, скажем так, ноунейм ножки, которые неизвестного производителя, полагаю, что, скорее всего, делаются где-то в Китае и так далее, но на коробке абсолютно нет никакой информации. Их мы продаем, вот одни из первых. Эти ножки мне, честно скажу, очень нравятся. Они такие, мягкая, в общем, резина. Здесь у нас относительно гладкая такая поверхность, и в результате такого литья у нас еще получается здесь эта поверхность работает, в общем-то, как такая небольшая присоска. И основная польза вот от таких ножек, например, кому я рекомендую именно такие ножки ставить, это когда у вас, например, машинка стоит где-то в ванной или где-то на кухне, на скользкой плитке, потому что плитка бывает не только, например, шершавая, с хорошим сцеплением, но она бывает такая глянцевая, блестящая, и по которой все очень хорошо скользит. И нередко в таких ситуациях стиральная машина просто от вибрации потихоньку ездит, в общем-то, по этому полу. Она постоянно сдвигается, ее постоянно приходится задвигать, или у вас, например, рядом со стиралкой стоит холодильник, стиралка, например, подъезжает постоянно к холодильнику, начинает тарабанить по холодильнику и так далее. Вот в таких случаях я рекомендую ставить именно вот такие ножки. Благодаря вот этой ровной поверхности эта ножка, как присоска, по факту, она цепляется к плитке, и получается, мы эти ножки подставляем под все четыре ноги. Она более устойчива и лучше держится на плитке, и, как правило, не во всех случаях сразу предупреждаю, но в большинстве случаев это как раз обеспечивает машинке в общем-то свое место, где она стоит, она уже перестает сдвигаться. При этом вибрация машинки, опять же, повторюсь, немного увеличивается, то есть машинка начнет вибрировать больше за счет, опять же, проседания вот этих ножек. Опять же, повторюсь, получается, основание под машинкой такое начинает гулять сильнее. И, кстати, да, еще, например, LG делает свои ножки. У меня их, к сожалению, сейчас в наличии нет, они закончились, но там ножка вообще практически плоская. Она, если взять, например, в разрезе ее посмотреть, то если у нас, например, вот эти ножки, которые я показывал, вот она имеет такую вот форму, куда у нас ставится нога от стиралки, то есть она довольно высокая, имеет определенную амортизацию за счет своей высоты, то LG-шная ножка, она фактически просто увеличивает площадь самой ножки. Если у нас ножка стандартная где-то 4,5 см диаметром имеет вот это вот расстояние, то LG-шная ножка, она как бы вот такая вот, то есть она еще добавляет по бокам немного тела ножки, увеличивая вот эту площадь контакта. Но, опять же, она резиновая, довольно мягкая, гибкая, но вот это расстояние получается у этой ножки довольно тонкое, буквально несколько миллиметров и получается, что у нас нету вот этого вот слоя резины, который каким-то образом гасит вибрацию от ножки к полу. Но за счет того, что у нее больше плоскость, площадь, соприкосновения с полом, она также может обеспечивать лучшую сцепку пола с ножкой, например, на плитке. А как раз если у вас деревянные полы и у вас машинка от вибрации постоянно ездит по комнате, то здесь еще предусмотрены отверстия под саморезы, то есть вы можете в четырех точках эту саму подставку, подножку, еще и прикрутить к полу, что уже вообще намертво их как бы зафиксирует на этом месте. И опять же, повторюсь, вибрацию это не уберет, но машинка более-менее зафиксируется на одном месте. Что же, кстати, делать в том случае, если у вас пол довольно неустойчив, опять же, это какие-то деревянные пылы, это какие-то лаги и так далее. То есть в таком случае нам надо постараться максимум увеличить жесткость этого пола и увеличить его инертность. Ну, оптимальные варианты, которые я вижу, это хотя бы под стиральной машиной, чем можно побольше, то есть можно, чтобы она выходила дальше, то есть закрепить какую-то фанеру. Чем толще, тем лучше, чем больше по площади, тем лучше. Но хотя бы, если это не получается никак иначе, то хотя бы там, чтобы выступало сантиметров по 5 с каждой стороны от стиралки, то есть жестко прикрутить это к полу, чтобы она максимально была устойчива. Потому что, когда у вас машинка стоит просто на деревянном полу, пусть даже там сверху вроде бы линолеум какой-то есть, и вы не замечаете этого, но получается, что машинка стоит каждой ножкой на своей доске. И каждая доска в отдельности от рядом стоящих досок, она себе прогибается, опять же, под весом машинки. Когда вы сверху прикрутите жесткое основание в виде толстой фанеры, вы хотя бы немного увеличите эту жесткость и более-менее равномерно по всей площади распределите вес машинки. Ну, туда же, в принципе, уже можно в этой доске, в этой фанере сделать либо углубления под ножки небольшие, опять же, для того, чтобы машинка с этой доски не съехала на бок куда-то и не провалилась. Либо, опять же, использовать подобные, например, ножки LG, которые вы можете тоже закрепить. Но теория это хорошо. Я думаю, у вас есть вопросы. Блин, а что же мне делать? У меня машинка скачет, прыгает, вибрирует. Что мне надо делать? С чего начать? Ну, давайте так, рассмотрим две ситуации. Одна ситуация это когда у вас машинка уже поработавшая, когда она у вас стояла, нормально все работало, но вдруг почему-то начало скакать, прыгать и вибрировать. Это будет у нас вторая ситуация. А первая ситуация это новая машинка, которую вы только купили, привезли, поставили ее в ванную и включили, а она у вас скачет. И вот, давайте, например, посмотрим первую ситуацию, в общем-то, довольно распространенную с новыми машинками. Итак, вот в общем-то машинка сама нам развернулась и намекает на то, что надо что-то там сзади сделать. А если серьезно, я думаю, большинство моих зрителей догадалось, в чем дело, я думаю, причем догадалось первых кадров, но, к сожалению, это знают далеко не все и оказывается так нечасто. Дело в том, что нам необходимо выкрутить транспортировочные болты. Новые машинки, в новых машинках, которые продаются, установлены вот эти вот на задней стенке, ну, как правило, на задней стенке установлены вот такие вот болты. Если бы человек прочитал инструкцию перед тем, как включать машинку, он бы заметил, причем там пишется это неоднократно, что перед запуском машинки необходимо снять транспортировочные болты. Для чего они нужны? Сейчас я вам сниму крышку и вы, в общем-то, сами это все увидите. Итак, вот я вам открыл крышку, ну, в общем-то, я ее открыл только для того, чтобы более детально показать, что такое транспортировочные болты и куда он установлен. То есть для того, чтобы их демонтировать перед установкой стиралки, вам верхнюю крышку снимать не надо. Значит, вот смотрите, вот они эти транспортировочные болты. Значит, этот болт, вот он здесь находится, он идет вместе вот таким сайлинг-блоком резиновым, вот он с этой стороны, сайлинг-блок, мы его видим, он прижатый как бы к задней стенке. Также вот он немного выглядывает, также здесь идет вот такая вот пластиковая проставка. И дальше этот болт, или он же, ну, такой больше похож на саморез, он у нас вкручивается вот сюда в специальное место в баке. Что это нам дает? Это нам обеспечивает фиксацию бака относительно корпуса. Для того, чтобы, когда эта машинка транспортируется с завода в магазин, с магазина к вам домой и так далее, чтобы этот бак внутри не двигался и ничего вам внутри не побил. Но их обязательно надо снимать. Для того, чтобы снять транспортировочные болты, в комплекте, как правило, поставляется ключик. Вот, то есть, для того, чтобы вам не пришлось ничего искать, но в данном случае вот у нас ключик такой спрятан в эту подставку, на которой стояла стиральная машина, то есть, пенопластовое днище такое. И вот здесь у нас соответственно вот этим вот ключиком мы можем эти транспортировочные болты снять. Я, честно скажу, для удобства попробую это сделать шуруповертом, если он потянет, конечно. Ну, попробуем. Да, потянул. То есть, мы вытаскиваем этот сам транспортировочный болт, выкручиваем его и потом вытаскиваем вместе вот с этим сайлентблоком. Также вместе с ним вытаскивается, как правило, вытаскивается вот эта вот проставка. Но в некоторых машинках эти проставки, ну, здесь это как одно целое получается вроде бы, но часто эти проставки идут отдельно, то есть, и вы, когда ее вытаскиваете, она просто падает вниз. Потом вы можете наклонить машинку и рукой их нащупать и достать, чтобы они у вас внутри не тарабанили, если они упали. Поэтому мы снимаем вот эти все четыре транспортировочных болта и после этого посмотрите, как у нас машинка будет отжимать. И вот, кстати, да, я снял вот эти транспортировочные болты и теперь мы видим, что бак у нас теперь внутри машинки свободно двигается. Вот, поэтому давайте ее назад поставим и я вам включу, посмотрите, как будет работать дальше отжим. Кстати, вот видите, сейчас я машинку уже выдвинул, то есть, перед тем, как запускать машинку на отжим с транспортировочными болтами, значит, она у меня была выставлена на ножках. Сейчас я ее подвинул и она у меня уже болтается. Ну, у меня, конечно, не настолько в мастерской кривые полы, так что я думаю, что в результате самой вибрации просто одна из ножек закрутилась, вот, или наоборот выкрутилась и поэтому получился вот такой вот, скажем, перекос. Поэтому мы сейчас попробуем так пока предварительно отрегулировать их, чтобы хотя бы немного она не шаталась, да, и давайте включим отжим дальше. итак, что же мы, в общем-то, только что увидели. Ну, самое первое видео после моего монолога было машинка нормальная, которая отжимает, то есть, в которой более-менее нормально выставлена, новая машинка со снятыми транспортировочными болтами. В общем-то, так все и должно было быть. Второе же видео, это уже была ровно эта же машинка на этом же полу без транспортировочных болтов, но у которой одна ножка не выставлена. Ну, то есть, по факту, одна ножка немного там висела в воздухе, я не знаю, или наоборот одна была сильно выкручена и так далее. То есть, вы увидели разницу, то есть, существенную разницу. При этом, это все происходило на довольно жестком и хорошем основании. То есть, основание здесь вообще ни при чем. А представьте, если у вас помимо этого еще и полы не очень хорошие, такие, знаете, жидкие и так далее. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо, конечно, в таком случае выставить ножки и их зафиксировать. Делается это довольно просто. То есть, мы берем машинку и проверяем, какая ножка, то есть, как машинка у нас шатается. На данный момент машинка у нас устойчиво стоит на вот этих двух и между вот этими двумя она болтается туда-сюда. А чем это говорит? Это говорит о том, что нам надо либо одну из этих двух ножек вкрутить, либо одну из этих двух ножек выкрутить. Можно это, в принципе, я обычно это делаю на глаз. Я смотрю, есть ли у меня какой-то перекос в машинке, наклонена она вперед, назад, влево, вправо и уже тогда себе принимаю решение, что мне надо делать. Можете полагаться на вот такой вот гидравлический уровень. То есть, вы можете поставить, посмотреть, в какую сторону у нас перекос и в какую лучше ее наклонить. вот я так смотрю по уровню, наверное, лучше нам выкрутить просто вот ту ножку, если брать вот так. И вот так можем померить. Хотя нет, так мы, наверное, просто вкрутим вот эту глубже. Но, что хотел еще сказать. Вот этот уровень, это не обязательно. То есть, если у вас нет явно заметного перекоса в какую-то сторону, которую вы явно можете увидеть глазами без всяких инструментов, то в этом нет ничего страшного. Выставлять ее там четко, я не знаю, по каким-то угломерам или по уровням, это уже, честно говоря, немного лишнее. Это вы больше делаете так, лично для себя, для своего успокоения. На вибрацию машинки угол чуть-чуть туда или сюда практически никак не влияет. Основное, еще раз повторюсь, у нас четыре ножки, все четыре ножки должны жестко, устойчиво стоять на основании. И все. То есть, опять же, перекосы не столь важны. Итак, мы выяснили, что нам необходимо вкрутить вот эту ножку немного. Мы просто машинку откидываем назад и либо руками, либо ключом, который опять же шел в комплекте у нас, либо каким-то другим ключом, мы откручиваем и подкручиваем ножку. На ножках, как правило, есть, скажем так, две гайки. Одна гайка, за которую мы, собственно, вращаем саму ножку, вторая гайка, это контргайка, которая контрит нашу ножку и фиксирует, чтобы она потом от вибрации не выкручивалась и не закручивалась. То есть, если у нас ножка не крутится, например, руками, ну, на новой машинке она должна крутиться руками, значит, она, скорее всего, закантрена. Закантрена верхней гайкой, мы ее откручиваем, ну, там уже попробуйте, в одну или в другую сторону. Далее мы просто для начала рукой закручиваем немного ножку и дальше ставим машинку и проверяем. Ну, вот уже сейчас я чувствую, что я ее сильно закрутил и машинка уже начала вот эти две ножки по диагонали между собой болтаться. Поэтому я ее опять приподнимаю, немного выкручиваю и опять ставлю, смотрю. Так, ну, вроде бы более-менее неплохо. Теперь я вот так уже с большим усилием, я чувствую, что у меня под усилием углы не гуляют туда-сюда, значит, можно считать, что для данного положения стиральной машины вот, она сейчас, в принципе, выставлена. Явных перекосов у нас нету, поэтому теперь нам необходимо законтрить вот той верхней гайкой, то есть мы гайку теперь верхнюю закручиваем до упора к корпусу, для того, чтобы законтрить эту ножку и она уже от вибрации не выкручивалась. Так, и так, в принципе, нам необходимо проверить, чтобы были законтрены и остальные ножки, то есть, несмотря на то, что мы их вроде бы как и не трогали. Они, кстати, с завода оказались не законтрены. Ну, все, теперь у нас машинка довольно жестко выставлена и вроде бы как вибрировать не должна. Итак, получается, если у вас куплена новая машинка, вы ее привезли домой, поставили, а она у вас, ну, по вашему мнению, очень сильно скачет и при этом вы уверены, что основание у вас довольно устойчиво, жесткое, то есть, она не может играть под машинкой, при этом вы четко проверили, что машинка выставлена у вас на ножках всех и все ножки в одной плоскости, вот, и все у вас нигде не шатается и еще вы не забыли снять транспортировочные болты, но машинка, тем не менее, почему-то скачет, но в таком случае я бы уже, наверное, все-таки порекомендовал бы вам обратиться в сервисный центр, не залазить в машинку, то есть, возможно, вам ее, возможно, эта машинка какая-то с браком, где-то что-то не так сделали, вот, и вам ее просто поменяют, например, по гарантии либо по гарантии отремонтируют. Если же вы туда залезете вовнутрь, то уже как бы тут можно остаться без всяких гарантий наедине с нерабочей машинкой. Ну, а что же делать, если у вас это не новая машинка, она у вас пару лет стояла на одном месте, в ванной, всегда все работало отлично, и тут вдруг она начала у вас, опять же, сильно вибрировать. В таком случае я, конечно, бы начал бы в первую очередь с того, чтобы проверил или машинка нормально выставлена, опять же, на всех ножках. Если машинка выставлена на всех ножках, стоит понимать, что, во-первых, могло свою устойчивость потерять основание, но, опять же, это может быть в том случае, если у вас деревянные полы. Где-то что-то прогнило, где-то что-то расшаталось со временем, то есть машинка долгое время на этом полу его пыталась расшатать, со временем этот шат увеличивается, то есть полы, скажем так, расшатываются, разбиваются, и машинка со временем, даже исправная машинка, со временем начинает вибрировать значительно сильнее на таких полах. Но если же у вас полы бетонные, например, бетон, сверху плитка, и вы уверены, что полы у вас точно не расшатались, машинка у вас четко выставлена, тогда в таком случае первое все-таки, куда я бы лез, это к амортизаторам. У меня на канале довольно много видео о том, как амортизаторы меняются, они очень, технология замены амортизаторов очень похожа во всех машинках, поэтому ссылку на видео по замене амортизаторов я оставляю опять же в описании под этим видео, смотрите, пробуйте. Несмотря на то, что я описывал много разных узлов в стиральной машине, которые созданы для того, чтобы машинка не вибрировала, но из этих всех узлов практически единственное, что у нас действительно приходит в плохое состояние и что можно поменять и, например, улучшить показатели вибрации машинки, это амортизаторы. Все остальное, в общем-то, можно сказать, либо не изнашивается со временем, либо его просто уже невозможно заменить. Ну и давайте опять перейдем к доске и я вам на доске уже по пунктам покажу, что может быть с этим, что может быть с этим и как там действовать в общем-то или смириться просто с этой ситуацией. Итак, в общем-то, первое, опять же, что я сказал, ну давайте, это основание. То есть основание, мы либо убедились, что оно устойчивое жесткое, либо мы его можем, опять же, повторюсь, усилить с помощью, например, фанерного листа. Дальше мы проверили ножки. Тут, в принципе, они практически не изнашиваются. Иногда бывают вот эти резинки на ножках разлазятся. Не могу сказать, что это влияет на вибрацию, это скорее влияет на съезжание машинки. То есть, если, например, резина здесь продавилась или облезла на этих ножках, то машинка значительно легче ездит по полу. Ну и также может все-таки издавать неприятные звуки в результате вот вибрации такой, например, металлической ножки по плитке. В таком случае, конечно, можно тоже заменить. Дальше мы можем, опять же, повторюсь, заменить амортизаторы. Вот эти амортизаторы, мы их меняем, они, в общем-то, будут успокаивать баки. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, когда у вас вдруг машинка начала вибрировать, вы меняете амортизаторы, это помогает. Ну, если все остальное нормально. Но, к сожалению, это помогает не всегда, и машинка все равно продолжает вибрировать. В таком случае, ну, кто-то говорит, что надо поменять пружины. Но, должен вам сказать, что эти пружины практически не, скажем так, не изнашиваются в таком понимании, чтобы повлиять на вибрацию. Да, они со временем растягиваются. Кто-то говорит, ну, у вас, наверное, растянулась пружина, давайте ее поменяем, все будет хорошо. Да, пружины действительно иногда растягиваются, бывает такое редко, но бывает. Но, опять же, повторюсь, это из-за растянутой пружины вибрация практически не усиливается. Из-за растянутой пружины у нас проседает немного бак. У вас смещается, скажем так, отверстие, да, или окно в баке относительно дверки стиральной машины. Вы видите, что у вас как бы бак сместился относительно дверки машины. У вас в результате этого перекашивается, появляются всякие складки неприятные такие, ну, некрасивая становится резина, ее как бы растягивает, ее, не знаю, там, деформирует. То есть, это, это да, согласен, некрасиво. Но это практически все, что может произойти в результате растянутых пружин. На вибрацию, даже если вы их поменяете, у вас станет красиво на место бак, у вас выровняется резина, машинка, манжета, люка, но при этом у вас на вибрацию это практически не повлияет. Кто-то может сказать, блин, так может у вас там грузы открутились. Но дело в том, что я очень часто такое встречаю, когда люди считают, что, например, открутившийся груз влияет на вибрацию. Нет, он практически на вибрацию не влияет, но когда у вас откручивается груз, у вас появляется огромный грохот, потому что машинка, бак вибрирует, а на ней вот этот скачет груз, который тоже, слава богу, грохот, которого просто невозможно не заметить. Вы обязательно обратите внимание, что в машинке появился посторонний звук, если у вас открутился противовес. Кстати, иногда это людей абсолютно не смущает. То есть, я встречал клиентов, у которых этот груз был откручен довольно долго, либо внизу, что хуже, либо вверху, и в результате того, что этот груз постоянно, мало того, что он тарабанит по машинке, но людей это не напрягает, он еще за счет трения, а бетон он все-таки такой шершавый, и он за счет трения вытирает вокруг себя вот этот пластиковый бак. И получается, приводит это к тому, что мало того, что протираются дырки, он еще вырывает, например, крепление из бака, и грузу уже не на чем держаться. Тогда уже машинка начинает течь, если груз снизу, она начинает конкретно течь, если груз сверху, так, чуть-чуть слабее. Ну, в таких случаях можно что-то делать, но это все уже индивидуально, надо смотреть, и, как правило, это, в общем-то, не очень хорошо и не очень дешево в плане ремонта. Но, опять же, повторюсь, открученный груз, там, например, подтягивать гайки на грузах в надежде, что это как-то повлияет на вибрацию машинки, но это, в общем-то, бессмысленно. Что у нас еще здесь остается? Значит, так, бак есть, пружины есть. А, еще вот, чего я здесь, в принципе, специально не нарисовал, но уверен, если бы я сейчас этого не сказал, мне бы об этом писали бы, что на вибрацию влияют подшипники. Если у вас разбиваются подшипники, это влияет на общую, в общем-то, вибрацию стиральной машины. Нет. Я сейчас не буду долго рассусоливать и объяснять, почему это не так, потому что, ну, уверен, что большинство верят в то, что действительно разбитый подшипник может увеличить вибрацию. Еще раз повторяюсь, нет. Он не увеличит вибрацию самой машинки непосредственно. Да, барабан будет внутри болтаться, возможно, сильнее. Возможно, это немного повлияет на дисбаланс белья в машинке. Вот. Но, опять же, это никак не повлияет, в общем-то, на вибрацию непосредственно самой всей машинки в сборе. Поэтому, но в первую очередь, опять же, вы услышите довольно сильный грохот. Грохот от подшипников. Потому что для того, чтобы барабан уже начал болтаться в подшипниках, подшипников там уже практически не должно остаться. И в машинке появляется уже не то чтобы гул от подшипника во время отжима, в такой ситуации там уже хруст появляется, когда уже в подшипниках эти шарики просто перемалываются, как в мясорубке. Конечно, надо такие подшипники менять. Любые подшипники, как только они начинают гудеть, хоть немного надо менять. Но опять же повторюсь, это никак не повлияет на вибрацию стиральной машины. Хотя для нее это будет лучше. Итак, получается так, что машинка начала вибрировать сильнее. Амортизаторы мы поменяли. Больше ничего на вибрацию машинки не влияет в этой машинке. То есть, больше ничего такого износиться не может. Но машинка все равно вибрирует. Какой-то нонсенс. Из-за чего? А все очень просто. К сожалению, большому сожалению, вот этот корпус стиральной машины, как я сказал, его жесткость имеет огромное значение для устойчивости и стабильности машины. Он со временем теряет свою жесткость. Дело в том, что корпус, он не литой, он не из чугуна отлит, он выгнут из жести. Эта жесть сварена. В большинстве случаев это какая-то точечная сварка. Плюс современные машинки опять же более-менее удешевляют. Его начинают делать из кусочков. То есть, сначала гнут одну часть, ее приваривают ко второй, гнут вторую, приваривают к третьей и так далее. И со временем вот эта вот вибрация, когда машинку постоянно, постоянно, ну, на этот корпус воздействует усилие внутри. Плюс, опять же, помните, я вам говорил, что если одна ножка висит в воздухе, то уже начинает и корпус вот так вот играть, да, во все стороны гулять. И это еще усугубляет ситуацию. Этот корпус значительно быстрее теряет свою жесткость. Появляются микротрещины на сварочных швах, появляется усталость металла и корпус начинает со временем все больше и больше гулять и поддаваться вот этим нагрузкам. И как раз вот это и вызывает вот эти все вибрации, то есть вроде бы, опять же, повторюсь, все нормально, но корпус уже расшатался и машинка уже вибрирует довольно сильно. В таком случае вам практически ничего не остается, кроме того, как смириться. Дело в том, что отдельно корпуса просто не поставляются, заказать новый корпус официально невозможно. Найти где-то его на разборке во-первых, маловероятно, во-вторых, где гарантии, что он будет в лучшем состоянии. Ну, конечно, можно попробовать какие-то там перемычки поваривать, если у вас есть сварочный аппарат, вы можете там уголки, раскосы поприваривать, какие-то перемычки поперек, вдоль и так далее. Вот, ну, это уже такое, знаете, как бы танцы с бубном, ну, и не факт, что оно, в общем-то, к чему-то положительному приведет. Старые машинки, они, еще раз повторюсь, они были более массивные корпуса, да и, в принципе, у меня вот сейчас в мастерской есть несколько машинок. Я могу вам просто даже уже наглядно на этих машинках показать даже конструктивно, чем отличаются корпуса, где корпус чуть дешевле, где корпус чуть дороже. И вроде бы казалось, ну, что, и там железный, и там железный. Но по факту, вот такие вот мелочи, они все-таки растягивают срок службы корпуса. И если такие машинки, например, как LG, вот это болезнь с этим корпусом, LG, Samsung, это такие более-менее дешевые машинки, у них эта проблема явно выражена и со временем этот корпус действительно становится такой жидкий, вот, то такие более дорогие машинки, скажем так, более топовые, да, то есть у них корпуса сделаны немного дороже, немного лучше и они подвержены такой проблеме немного меньше. Ну и давайте, в общем-то, на примере вам это сейчас покажу. В общем-то, можно сравнить. Смотрите, у нас вот две машинки, две стиральных машинки. С одной стороны у меня AEG-шка, в общем-то, это можно назвать, скажем, машинкой премиум-класса на сегодняшний день, то есть круче, ну, можно что-то найти, но там уже будут какие-то совсем мелочи. И со второй стороны такая обычная, недорогая, ширпотребовская стиральная машина LG. Хотя они тоже бывают, скажем так, LG премиум-класса, но, честно скажу, особой разницы вот именно в корпусах у лыж я не замечал. И вот даже если посмотреть, вот да, эта машинка частично разобранная, здесь снята только верхняя крышка, но если разобраться, то с этой машинки мы по корпусу абсолютно ничего не снимали. То есть здесь снята передняя панель с модулем, модуль вон висит, здесь снят порошкоприемник, вот куда у нас попадает вода. Все. Все остальное, что касается корпуса, жесткости этого корпуса, оно все на месте. И теперь сравним, да, что у нас здесь. У нас здесь две стенки боковых, да, вот еще задняя стенка с какими-то такими небольшими отворотами. И теперь давайте сравним вот с этой АЕГ-шкой. У нас довольно, ну так, скажем, более массивно даже это выглядит. Здесь у нас есть какое-то вот поперечное ребро жесткости, на которой, в общем-то, висит бак, то есть оно удерживает как минимум, вот, одна точка крепления пружины, вторая точка крепления пружины. Как минимум, вот эта поперечина, она удерживает корпус вот таких вот деформаций, да, когда этот бак на нем скачет. У нас спереди какая-то более-менее массивная металлическая вставка, вот, которая, в общем-то, держит жесткость, этого корпуса спереди, так как у нас спереди, как и здесь, он, видите, он просто у нас открывается, здесь вот снимается передняя панель, здесь снимается вот эта передняя панель, и по факту у нас, если мы эту крышку снимем, у нас тут останется дырка. Точно так же, в принципе, и в этой АЕГ-шке. И для того, чтобы компенсировать вот эту жесткость, да, отсутствие вот этой передней, скажем, панели, которая тут жестко будет закреплена, у нас есть вот такая вот еще металлическая перемычка. Также немаловажно, если обратить, мало кто может быть на это внимание обращает, но вот эти вот дополнительные все изгибы, которые сделаны на этой АЕГ-шке, они все, это ребра жесткости, они все придают жесткость этому корпусу. То есть, если посмотреть, у нас вот этот вот весь, вот эта вся боковая стенка, она выгнута из одного сплошного куска металла. У нас нету здесь никакой дополнительной сварки, которая может дать трещину по шву, да. У нас вот эта стенка, она загнута вот сюда один раз, она загнута вот здесь вот вниз, второй перегиб, она изогнута опять в сторону, третий перегиб, она наконец-то изогнута вниз, и внизу она тоже еще имеет изгиб, такой небольшой, но есть. И вот каждый изгиб это ребро жесткости. Но вот даже элементарно попробуйте вот лист бумаги, вот возьмите лист бумаги, ну и вот так вот его за два конца, вот так вот сложите, он у вас сложится абсолютно просто. но если вы его ровненько перегнете по, ну, например, посредине его согнете и сделаете из него вот такой вот под 90 градусов уголок, вы его возьмете, он уже, да, вы его, конечно, согнете, он довольно мягкий, да, но тем не менее вы уже почувствуете, что это сделать не настолько же просто, как согнуть обычный лист бумаги, вот такой. Поэтому каждый перегиб, он дает дополнительное ребро жесткости. Вот даже если обратить внимание вот сюда, на вот эти боковые стенки, ну, это не для красоты вот эти вот все ямки сделаны, вот эти вот, изгибы и так далее. Каждый подобный изгиб придает жесткость вот этой боковой стенки. Она начинает меньше играть, меньше там тарахтеть, я не знаю, издавать какие-то посторонние звуки. Но опять же, это придает жесткость вот этой боковой стенки. Задняя стенка у нас вообще тут получается фигурная с фигурными изгибами. То есть у нас не по прямой изгиб, а у нас тут он такой вот. Это тоже все, и причем она тут получается сейчас вот так согнута, вниз, потом назад уходит и так далее. То есть это, опять же, повторюсь, все элементы жесткости. В LG все немного попроще. В LG у нас, ну, вот даже на заднюю стенку давайте посмотрим. В LG у нас практически прямая стенка, ну, есть тут некоторые элементы жесткости вот тут вот вокруг всяких отверстий, вокруг задней крышки. Вот. Здесь же у нас сверху просто отгиб вперед вот и все. Причем довольно маленький, он не массивный. Потому что чем длиннее бы, чем дальше вот этот отгиб был бы, тем больше была бы жесткость вот в этой плоскости. Вот. Он здесь совсем маленький. Помимо этого, вот эти вот боковые части, если здесь, например, в LG, они сделаны с одного куска металла, здесь же они, видите, то есть отогнут у нас вот эта боковушка просто, а на нее сверху приварена, опять же, точечной сваркой, или даже может быть не приварена, а приклепана, если честно, я тут не вникал в детали, но похоже даже на то, что... Не, она даже не приварена, она просто приклепана. То есть вот эти вот места, вот, раз, два, три, четыре, пять. По факту, оно вот здесь вот как бы металл в металл заклепан, то есть в нижней части металла у нас отверстие, а верхняя как бы туда вот так вот вдавлена, да, и расклепана. И за счет вот этого, вот эта вот верхняя планка, которая является усилением, она держится на этой крышке. Но, согласитесь, со временем вот там отверстие, это по чуть-чуть, немного от деформации разбивается, эта планка уже, появляется у этой планки незначительный ход. Он может быть даже незаметный, если мы подойдем вот так и подергаем, мы этого не почувствуем, но тем не менее, когда корпус подвергается нагрузкам, есть вот эти мельчайшие деформации, но они есть. И все это приводит к тому, что этот корпус начинает, в общем-то, гулять. И, честно говоря, тут даже вот так, если на ощупь, чувствуется, что вот металл у этих корпусов разный, то есть по толщине. Я уже молчу о том, что у них может быть действительно даже разный состав, разное качество металла, но будем брать даже просто толщину. Вот давайте, у меня есть штангель на готове, вот, и померяем толщину в LG. так, давайте где-то так вот, где удобно. Значит, вот у меня толщина получается 0,8 мм, то есть 0,8 мм. Ну и давайте сюда где-то. Опять же, вот это плюс. У нас везде, практически везде металл отогнут. То есть он не имеет такого прям прямого выхода. То есть, если здесь я могу без проблем померить, то здесь вот есть буквально только пару мест, где у нас металл опять же не согнут повторно. и вот в этом месте, например, его можно тоже померить. Ну и тут у нас 1,4 мм. Ну вот, то есть миллиметр 0,4 мм, то есть там сколько было? 0,8 мм, да? Ну и, извините, чуть ли не в два раза разная толщина металла. Вот. Поэтому, конечно, эта машинка будет дороже, чем вот эта. Ну и тут я успел вот только что сказать, что, конечно же, эта машинка будет стоить дороже, чем эта. даже если бы они просто отличались только одним корпусом. Но вы должны понимать, что она будет дороже стоить не только из-за стоимости материала, ну или металла. Потому что, если разобраться, ну на этот корпус тут надо там 5 кг максимум металла, на этот надо 10, ну что там разница, там 5 кг железа, что нам, жалко доплатить за них. Но нет. Дело в том, что вот этот вот корпус даже технологически значительно сложнее создать. Даже если бы мы представили, что LG сделает точно такой же корпус, но из более тонкого металла, это говорит о том, что для LG, для изготовления LG надо менее мощное оборудование. Потому что для того, чтобы вот так изогнуть металл, надо довольно мощные пресса, разные приспособы. И это все соответственно очень огромное. Казалось бы, корпус маленький, а пресса, которыми это все штампует, очень большое. И чем толще металл, чем сложнее вот эта конфигурация изгибов, тем это все огромнее и дороже. Ну и по поводу жесткости корпуса, ну я уже, наверное, давайте добью. Вот этой машинки, ну не знаю, приехал у нас в Германию, то есть в ней уже какой-то немец отстирал, она приехала сюда к нам, как бы ушко, да. И вот, то есть машинка это не новая. И давайте, вот смотрите, я пытаюсь по диагонали реально силой согнуть корпус, да, ну чтобы он как-то хоть сыграл. Ну практически мертвый. Понятно, что где-то что-то чуть-чуть поддается, но практически мертвый. Вот эта машинка LG, это новая машинка, да, несмотря на то, что она разобрана, она новая. Это моя личная машинка, я на ней, в общем-то, ставлю некоторые эксперименты уже очень давно, скажем так, в рамках определенного моего проекта, который я очень давно уже пытаюсь запустить, уже, наверное, с год я по чуть-чуть этим занимаюсь, к сожалению, не хватает времени. Ну, ладно, да, не забывайте подписаться на канал, если не хотите пропустить все-таки, когда я этот проект запущу. Но, тем не менее, то есть я вам показываю, смотрите, внутренняя часть, патрубка, то есть на ней вообще следов даже от того, что эта машинка работала, нету. Это реально абсолютно новая машинка. Она буквально поработала, ну, вода, наверное, в ней была, там она поработала, может быть, пару стирок. При этом я успел сказать уже, да, что то, что касается жесткости корпуса, с этой машинки нигде ничего не снято. С нее снята передняя панель, с нее снята верхняя крышка. Ни передняя панель, ни верхняя крышка не придает жесткости корпусу. Она просто как декоративная закрывашка, то есть которая просто все это прикрывает. Поэтому утверждать, что если мы сюда прикрутим крышку, это все станет жестче, то нет. Вы помните, да, как я ту пытался деформировать. Теперь без особого усилия, смотрите, прикладываю вот так же само здесь. Смотрите. И поверьте, я не делаю никаких усилий жестких. То есть вот насколько уже гуляет этот корпус. И согласитесь, со временем он еще больше расшатается. И все. И вот вам, пожалуйста, прыгающая, вибрирующая машинка, с которой ничего нельзя уже сделать. Ну и на закуску. Я вам обещал где-то в начале видео показать, в общем-то, эту ножку, которая саморегулирующаяся, которая сама выставляет нужную высоту этой ножки. Это тоже в этой АЕГшечке. Вот если посмотреть снизу, то мы прекрасно видим, что у нас вот одна ножка передняя, которая не саморегулируемая, на которую нам надо, как обычно, крутить руками. И вот сзади, которая автоматически регулируется. Обратите внимание, насколько она выступает. Но когда мы начнем ставить машинку и поставим, то есть эта ножка, скажем так, она уйдет вовнутрь. И, в общем-то, скажем так, зафиксируется в том положении, в котором ей надо. И впервые, когда я увидел вот эту вот ножку, у меня такое «вот-то фак!» Как эта штука работает? Ну вообще, ну, кстати, если вам интересно, как это работает, пишите в комментариях, если таких комментариев будет достаточно. Я вам отдельно еще покажу видео, как же работает эта ножка. А пока, я надеюсь, это видео вам окажется полезным. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok